Про Вавилонскую башню и посчитайте, сколько раз она повторялась в истории людей. Кто обладает внутренним миром, кто обладает внутренней позицией, понимание того, что есть человечество и человек. Значит, отвечая на ваш вопрос конкретно, конечно, здесь мы расходимся. Вот почему я говорил, что те люди, которые честно отдавали свою жизнь, здоровье, коммунисты или комсомольцы, неважно, беспартийные, почему жалко их было? Потому что они пытались построить то, что невозможно построить без неба. Вот все рушится. И вот, понимаете, почему мы с вами едины? Действительно мы хотим все счастья. И ваши дети, и мои, и Серафимы. Но я вижу решение этого вопроса в том, чтобы помочь сориентировать людей на видение того, что главное в их жизни. И последнее. Вы сказали насчет греха. Я даже ни разу не употребил это слово грех. Вот, я с ним обращаюсь осторожно. И второй вопрос, если можно вам. Вы говорили о справедливости. Вы верите, что можно достичь справедливости в нашем мире? Я не верю в данном случае. Вы спросили меня, верю ли я. Я не верю, я знаю. Я абсолютно убежден в этом, что справедливость возможна. И даже если мы сравним наш сегодняшний мир здесь, вот на той оставшейся нам части суши после распада Советского Союза, с тем, что происходило в Советском Союзе, где вы прожили гораздо больше, чем я, но я тоже кое-что запомнил. То мы, конечно, в относительных величинах можем сказать, что мы утратили справедливость. Можно вопрос? Если вам сейчас предложат должность генералиссимуса всей Европы, вы справедливым будете? Я не понимаю, зачем мне быть генералиссимусом всей Европы. Генералом, президентом. Тем угодно, я не стремлюсь к этому. А кто будет? Хорошо, вы будете начальником, руководителем. Я не хочу. Идея справедливости построена не на поиске начальника. Хорошо, организация должна быть в обществе? Наверное. Кто будет организовывать? Советская власть была такой организацией. Она была справедливой? Она была по отношению к сегодняшним нашим порядкам и временам, безусловно, образцом справедливости. А скажите, пожалуйста, куда исчезли десятки миллионов лучших людей нашей страны при этой справедливой власти? Мне кажется, что в 91-м году эти десятки миллионов лучших людей спились, погибли в межнациональных конфликтах, уехали за границу. Нет, я имею в виду с 17-го в 91-м. Потому что потери, которые наша страна понесла в 91-м году от демонтажа социалистической, вот той самой не до конца справедливой системы, абсолютно несопоставимы с тем, что утратила царская Россия после неизбежной, неотвратимой трансформации. Я напомню, что эта трансформация была обусловлена как раз неспособностью правящего класса тогда, правящего класса, который обслуживала религия в тот момент, неспособностью осознать масштаб противоречий, глубину пропасти, в которую монархическая, феодальная, недокапиталистическая Россия сползала. Россия, что я перебираю... Я лишь предупреждаю тезис о том, что большевики разрушили ту систему и выгнали лучших людей за границу. Нет, у них было 70 лет. Да, у них было 70 лет. Церковь была почти уничтожена. При этом справедливая власть, о которой вы говорите, или, может, не до конца, куда они подевали миллионы лучших специалистов, артистов, музыкантов, ученых, генералов, самая справедливая власть в мире советская, 70 лет. Даже вот здесь мы находимся в галерее Церетели, где трудно найти хотя бы одно изваяние советского деятеля или представителя советской культуры. Но даже здесь за вашей спиной стоит Дмитрий Шостакович. Ребятки, комната показывает, что эти все люди что-то достигли, все там изображенные. И они смотрят на вот таких вот людей, как они рассуждают, не имея ничего. И гроша за пазухой, а только мутят мозги. Лучшие люди страны не исчезли. Никакой генофонд большевики не искоренили. Они создали лучшие примеры культуры, которые знало человечество когда бы то ни было. Они выдернули из отсталости и неграмотности миллионы и миллионы людей. И даже ваш собственный жизненный путь, ваше образование, то, что вы в жизни заняли место программиста, работали в ракетно-космической области, причем с оппозиционными, явно оппозиционными, как вы сами говорите, коммунистической идеей взглядами, говорит о том, что эта система была справедливой. Я не могу согласиться с этим.